Меры пресечения. Бизнесвумен. Владелицу агрофирмы Слава Кубани. В зал железнодорожного суда Ростова-на-Дону доставили сразу после задержания. Особняк. Стришние. Станица Кущевская. Пришли люди в форме. Хозяйку застали врасплох. Шум слышали соседи. Видели людей в масках и с автоматами. Ну такого ничего не было там. Ни боя, ни драки. Затем полицейские при поддержке ОМОНа поехали на предприятие Слава Кубани. Проверяли документы. Часть из них, по словам сотрудников, изъяли следователи. Все повырвали здесь. Кресло посломали. Печально известная страница Кущевская. Снова в центре внимания. Местные говорят, стришняя словно пошла по стопам бывшего супруга, став фигурантом уголовного дела. Речь идет о вымогательстве. Как следует из материалов, дама потребовала 77 миллионов рублей у местного предпринимателя. Тот самый потерпевший кубанский предприниматель Александр Истюк признается, что речь идет о событиях 2010. Меня путем нажима заставили взять кредит и все деньги, полученные от кредитов, отдать стричней Наталье Ивановне. Которая при личной со мной встрече, она постоянно мне предъявляла угрозы, пугала цапком. Сама Наталья Стришняя осенью прошлого года сообщила, что на ее компанию Слава Кубани якобы положил глаз бывший супруг, гангстер номер один, как его называют Вячеслав Цыпаляс. Его отбывающего наказание в колонии в Амурской области женщина обвинила в вымогательстве. Пока вот эта вот ситуация раздулась, она выгодна не мне, она выгодна ему. Тогда же Стришняя предала огласке многочисленные фото о тюремной жизни бывшего супруга. В 2013 году его признали виновным в бандитизме, самоуправстве, хранении оружия и организации убийств 12 человек, в том числе 4 детей. Приговор почти 20 лет лишения свободы. 5 Вячеслав Цыпаляс уже отсидел. Как выяснилось, в комфортных условиях. Банкет за решеткой, во время которого заключенный ел крабов, жарил шашлыки и звонил по мобильному телефону, якобы оплачивала Стришняя, высылая супругу деньги. Аппетиты заключенного, по ее словам, только росли. Средства позволяли. Все свое имущество Цыпавяс переписал на родных. Но два года назад отношения супругов разладились и начался раздел имущества. Задержание и арест Стришней, словно очередная серия затянувшейся криминальной драмы. Решением суда владелец агрофирмы отправлена в изолятор.